Привет друзья! Сегодня я хочу вас пригласить на свой онлайн мастер-класс, на котором мы с вами будем делать два блокнота. Один мастер-класс, два блокнота. В этом мастер-классе я вам покажу, как обклеивать обложки тканью и как обклеивать обложки кожи. На примере кожаного блокнота мы пройдем с вами сложную рельефную обложку, как сделать рельеф, как работать по эскизу, как делать имитацию того или иного предмета. Давайте начнем с кожаного блокнота. Вот такой он прекрасный. Мы на нем научимся делать все вот эти решеточки, все вот эти рамки. Мы научимся делать вот такую обложку. Естественно, мы узнаем, как сделать корешок, как это все объединить потом в одну обложку. Ну и естественно, конечно же, мы узнаем, как сшивается переплет, как вставляются вот эти разделители, как делать тоненькую, аккуратненькую закладочку и как сделать вот такой вот двухцветный каптал кожаный, как сделать ровные, аккуратные форзации, как вшить переплет конверты или какие-то другие элементы. И на втором блокноте, в принципе, мы проходим ту же технику. Также обклеиваем обложку. Мы обклеиваем обложку тканью. Принцип сборки блокнота тут тот же самый. Просто мы поработаем с вами с двумя материалами за один мастер-класс. Переплет тут тоже такой же. Переплет мы разбираем на одном блокноте, потому что он везде одинаковый, мой любимый. Здесь я использую копский переплет. Каждый человек усовершенствует какие-то вещи под себя. Я тоже этот копский переплет под себя усовершенствовала. Покажу вам, как именно я это сделала. Здесь тоже кожаный каптал, такой же, как и здесь. В принципе, два блокнота одинаковых. Просто один блокнот в ткани, а другой у нас в коже. Здесь мы будем сделать блокнот без вот этого крутого резака. Здесь можно справиться спокойно ножом или офисным резаком, или резаком для скрабболкинга. Если он у вас есть, то, конечно, приготовьте, с ним дело пойдет быстрее. Но, в принципе, с канцелярским ножом тоже вполне можно справиться. Вот такой ровненький блокнотик у нас получается. И это без использования специального резака, который обрезает все страницы сразу. Итак, теперь я пройдусь по материалам. Что же нам понадобится для создания вот этих двух блокнотов. Для вот этого блокнота нам понадобится офисная бумага любого цвета, какой захотите. Здесь я использую бумагу 80 грамм на метр. Она такого серого цвета. Вы можете взять любой цвет, какой вам нравится. Вот. Потом для разделителей я использую бумагу тиснением под лен. Опять же, вы можете взять любую бумажку более плотную. Она порядка 180 грамм на метр. Формат этой всей бумажки формат А4. Также у меня имеется здесь в блокнотике немножко кальки. Я тоже вставила в качестве разделителя ее. Сейчас я вам покажу. Вот она. Если есть, пожалуйста, можете использовать. Вот. И для форзацев я использую бумагу поплотнее. Она порядка 200-250 грамм где-то. Я бы взяла плотную. 250 грамм. Самое то. Вот. Ну и, конечно, нужна будет натуральная кожа. Никакого кожзама, к сожалению, мы использовать не можем. В данном случае только натуральная кожа. Кожа должна быть тоненькая. Толщиной где-то полмиллиметра. Можно чуточку больше. 0,6 миллиметров, 0,7 миллиметров. По размеру кусочек можете взять где-то 40-50 дециметров. Он у нас был с запасом. Возьмите 50 дециметров. Пускай лучше останется. Мало ли, вдруг какой-то косячок. Вдруг какая-то ошибка. Пускай будет небольшой кусочек в запасе. 50 дециметров. Ну, вот это средний размер кусочка, который вы можете взять. Можно управиться и с 30 дециметрами, конечно. Ну, есть риск, что где-то чего-то не хватит. Потому что шкурки все разные. Где-то могут быть краешки неровные. Где-то может быть какой-то, ну, небольшой косячок в качестве, там, царапинки, дырочки. Потому что натуральная кожа – это естественный материал, натуральный материал. Поэтому где коровка гуляла, там она могла где-то поцарапаться, порваться чуть-чуть. Такие вещи продают, естественно. Ну, вы можете поговорить с продавцом и конкретно сказать, что вот мне надо на то-то и на то-то. И хотелось бы, чтобы на коже не было каких-либо недостатков. Также нам понадобятся картинки. Все картинки я добавлю в курс по блокноту. Все они будут лежать в моем хранилище. Там вы сможете их скачать, распечатать для себя спокойно. Все, что угодно, добавить в свой блокнот. Для этого блокнота нам понадобится немножко тоже натуральной кожи. Здесь, кстати говоря, можно без проблем использовать кожзам или ту же ткань. Тут уже как вам захочется. Опять же, я показываю только технику переплета, а вы используете материалы, которые ваша душа пожелает. Здесь можно это сделать. Ткань здесь используется лен, поэтому приготовьте желательно или толстый хлопок, или лен. Также офисные странички, офисная бумага такого же серого цвета у меня. Ну, и бумага на форзации. Здесь у меня кожаная закладка, поэтому, ну, естественно, здесь тоже кожаная закладка. Поэтому еще вот для чего нужен нам запас, чтобы каптал нарезать, закладку нарезать, какие-то мелкие детальки. Ну, и, в принципе, все. Вот для этого блокнота нужна рамочка и два братца. А вот для этого четыре братсика вот таких вот винтика и вот такая корона, возможно, какого-то другого вида корона. Возможно, возможно, просто сделать блокнот без короны, как я делала два предыдущих подобных блокнота. Там не было короны. Там была обычная обложка, там был крутой рельеф, но там не было никаких вот этих вот ни гвоздей, ни короны. Однако блокноты получились очень даже замечательные и, опять же, узнаваемые. Поэтому тут вот эти вот вещи, это абсолютно не принципиально. Все, дорогие мои, жду вас на моем курсе. Позанимаемся как следует и сделаем крутые блокноты. Приходите обязательно, будет очень интересно, будет очень много информации. Добавлю еще то, что у меня в хранилищах, где хранятся все материалы по данному онлайн-мастер-классу, я периодически добавляю какие-то обновления. Я делаю новый такой блокнот и я вижу, что у меня произошло какое-то усовершенствование процесса. Может, я что-то новую, какую-то фишку изобрела или еще что-то произошло. Все апгрейды, все обновления добавляются в это хранилище и достаются вам как бы уже автоматически, бесплатно. А, еще забыла сказать, вот для этого блокнота нам понадобится пленка, либо самоклеящаяся, либо какая-то просто прозрачная пластиковая пленочка. Она не должна быть сильно тонкой и какой-то волнистой. Желательно, чтобы она была такой довольно плотненькой и ровненькой. Она должна быть чистой, прозрачной. Ну, в идеале просто пленка для печати самоклеющейся. Упаковку, естественно, для этого блокнота не нужно, потому что нам нужно только окошечко заклеить. И вот это окошечко, поэтому тут подойдет, может быть, какая-то школьная обложка, может быть, упаковка от чего-либо, от какой-либо игрушки там или, ну, чего-либо другого. То есть вы там разберетесь уже, я вас уверена. Кто у вас на курс, с нетерпением хочется уже начать. Начинаем мы 1 июля. 1 июля я выдаю первый урок всем вам, и мы начинаем работать. А там уже дальше, как у кого пойдет, каждый последующий урок будет выдаваться после пополнения предыдущего этапа. То есть у каждого будет уже дальше скорость своя. Если вы где-то, может быть, в отпуск решите поехать, то есть у вас будет небольшая там задержка в работе, это ничего страшного. То есть вы выполнили, я вам дала следующий этап. До скорых встреч на курсе. Пока-пока.